Привет! Как дела? Сегодня мы готовимся к 8 марта по традиции лепим пельмени и разговариваем о жизни. Пельмени на 8 марта. Какая-то у нас традиция уже получается. В том году на 8 марта делали пельмени и рассказывали про Александровскую больницу. Не большие ты делаешь? Я сейчас скорректирую. И в этом году. Опять 8 марта и опять я после Александровской больницы. Обычно в феврале ты в больнице, а в марте ты рассказываешь. Главное, выпустили. Главное, в том году выпустили. После того, как я 18 февраля рухнула и попала наскорее в Александровскую больницу. А в этом году выпускаем опять же на 8 марта. После того, как я с 12 февраля по 27 лежала в Александровской больнице. Так мало что в больнице, так еще и в реанимации. Увезенная на скорой против своей воли. Из поликлинии. А ты уверена, что это с 12-го? С 17-го, по-моему. Ой. 12 дней я хотела сказать. А, все, ну ладно. Сказать. Понятно. А то это нужно с 12-го. Не-не-не. 16-го. Вот видишь, вот. Все. Ку-ку-ку. Подъехал. Давай. Это что-то большая больная. Поменьше. Ну ладно. Да, все равно я сделаю красиво. Ты всегда исправляешь мой брак. Короче говоря, ну а что это? Так, это мои будут на синенькой. Мои без лука, твои с луком и с перцем. Да, что? Да, что? Главное, что не в морг ответить. Главное, что в морг. Покажешь. Что-то у тебя там была такая? В морг так в морг. Ой, у меня там столько всего было, что... Ну не охота про больницу, но вот тут вот... Столько... Хорошо, все хорошо. Я их... Молодцы они. Давай так, без стакана. Ну это самое. Были и косяки, и даже приличные. Вот, например, расстроилась я в один из последних дней. Кормили нас, кормили, и вдруг это самое. Приезжает в очередной раз раздачица еды и говорит «Так, тринадцатая палата, пять обычная еда, два диабета». Мы говорим, у нас один был диабет, у одной женщины диабет. Нет, два. Такая-то, такая-то. И вдруг мою фамилию называют. Я говорю, как? У меня нет диабета. Алла говорит, написано есть, значит есть. Я вся в расстройстве, другую мне кашу дали, никакого аппетита. Но я не к этому, а к тому, что анекдот-то вот мой вспомнила. Вспомнила я, когда эти два санитара везут пациента по больничьему городку из корпуса в морг. Везут, везут, бегом, и вдруг, который сзади, он говорит «Ой, смотри, конь шевелится, руку поднял и глаза открыл. Может его не в морг, а в реанимацию. Сейчас надо, он же живой. Доктор сказал в морг, значит в морг». Так и тут. Написано диабет, значит диабет. Ну, я расстроилась. Потом, это был завтрак, потом приходит доктор, я и так, и так говорю, вот так, и так. А он, что вы так расстраиваетесь? Я говорю, ну ничего себе, пришла сюда здорова, ну, в смысле диабета, вдруг у меня диабет тут образовался. Он говорит, сейчас закончим осмотр, пойдем посмотрим, я посмотрю, что там нам написали. Ну, я пошла потом с ним. Он идет и говорит, что вы так переживаете, с диабетом тоже живу. Я говорю, да ну страшно. Приехала без диабета. А ты сказала, страшно как-то мне. Он говорит, сейчас жить вообще страшно. Ну, зашел в ординатор, что-то посмотрел, говорит, нет, говорит, у вас никакого диабета перепутали опять. Так они перепутали, а у меня чуть опять инфаркт. То есть я хочу сказать, что косяков много. Они стараются, доктора видно, что, ну, нормальные, хорошие, профессиональные. Но путаницы много, особенно у среднего медицинского персонала. Тоже перед этим, перед выпиской, взяли с меня все анализы. В день выписки берут анализы. И вдруг через два часа прибегает с номера, говорит, вам еще надо повторный анализ. Все, я опять уже упала духом. Раз повторный анализ, значит, что-то не так. А ничего не объяснила? Нет. Я говорю, почему? Она что-то пробормотала непонятно. И все. Ну, я, пока результаты повторного анализа не пришли, я ходила по коридору, думаю, ну, все, меня не выпишут. У меня что-то обнаружили. Раз повторный анализ. Потому что было накануне у одной тоже взяли. А потом говорят, повторно. Повторно взяли и говорят, нет, мы вас не выписываем. Вам сейчас будут завтрак делать КТ. То есть, что-то у нее обнаружили. Вот я и думала, и у меня там. Но потом она, это, пришел доктор, опять же, с обходом, говорит, на выписку. Я говорю, а потом анализ мне тогда зачем брали? Да там у вас что-то не взяли один показатель холестерин, что ли. И вот тоже вот этим они меня все время пугали. Так у тебя от этого давления подскакивало. Ну, давление они у меня сняли, хорошо. Первые несколько дней у меня там было. Особенно после того, как я послушала, как психиатр с пациентом говорил. У меня поднялось до 190. Потому что это было... Она валите другого количества. Это был... Я не знаю, каким словом назвать. Шок. Вот. А потом все. И вот до сих пор я уже неделю больше дома. И у меня в давлении 110 на 70, так, округленно, говорю. Даже ничего не пью. Даже... Да, у меня всегда выше было. Не пью ничего. Вот вчера к кардиологу-то сходила. После болицы. Ну, а я говорю, я не пью от давления, у меня давление еще низкое. Она говорит, ну, правильно, не пейте. Как будет, если высокое, то пейте. Я говорю, а то мне прописали это, это, это. Три вида лекарства от давления, а я их не пью. Ну, говорит, пульский улит снизился. Пульс был высокий очень. От пульса пейте, от пить. Пока 60 с чем-то, то нормально. Если будет 55, то пропускайте, не пейте. Это уже очень низкий. Ну, пульс хорошо тебе изменили. Ну, 60 с чем-то все время. А то было всегда 70-80. Даже 90. Перед больницей там 90. Ладно, не будет. Болячки. Короче говоря, интересно, конечно, все это было. Но что-то я частенько на скорых стала попадать в больницу. Мне это не нравится. Да раз в год это нормально. Лучше уж это. Ну, на скорых это просто кайфуешь, катаешься. Кайф кайфуешь. Так-то можно было бы. Они вызвали, спрашивая меня, вызвали скорую в поликлинике. Я не знаю, что они вызвали. Я вчера у кардиолога спрашиваю, говорю, почему мне вызвали скорую, когда я этого, после снятия ЭКГ, когда я этого не хотела. Не хотела их в больницу против моей воли. Но они побоялись. Ну, что побоялись, не знаю. Ну, зато прошла бесплатно УЗИ, сердце, коронография. 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 Правильное дело, да, синяки это не проблема. Ну, ладно. Делали, делали. В общем, вылечились диагнозом непонятно каким. Диагноз, я говорю, так у меня что? Инфакт сразу исключили. Сутки я пролежала в реанимации и всё. Ну, что-то там, она мне тоже вчера, я говорю, так я так и не поняла какой диагноз. Она что-то листала, листала на выписку, говорит. Стенокардия, ишемия. Ну, в общем, говорит, лечитесь. Лечитесь, да, лечитесь. Лечитесь, да, лечитесь. Я говорю, что-то там она мне сказала, говорю, что меня помните, что ли? Ну, я в жене была перед тем, как попала. Она говорит, помню. Я думала, брешь. Она говорит, вы с дочкой были? Я говорю, да. Удивилась так. Ну, помнит. Да. Это самое. Чем-то запомню, хотя у них столько больных. Ладно. Хотя там вроде не вела себя вызывающе как-нибудь. Меня все запоминают. Просто запоминающаяся натура. Я брала с собой тетрадку толстую. Ну, думаю, будет время, чтобы почитать что-нибудь. Там у меня есть некоторые цитаты. И они меня утешали, некоторые из них. Например, когда намучаешься с болезнями в старости, то уже смерть не кажется такой уж страшной штукой. Я думаю, точно. Уж лучше сразу, чем долго может. Понравилось, что жить надо на грани комфорта и дискомфорта. Нельзя, чтобы все время было все хорошо, потому что от этого расслабляешься, теряешь тонус. И вообще. Слишком хорошо, короче, тоже нехорошо. Ну, я вот в Лондоне жила на грани дискомфорта и комфорта. А здесь живу на грани... Наоборот, да. Да, в основном комфорта. Комфортно себя чувствую в своей стране. Ну, просто выживать не надо. Как будто компарно. Кресине нет холода. Да, 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 да. Все так... А, и к врачу можно попасть сразу, а не через два месяца. Вот, вот. Буквально на днях опять смотрела... Ладно, по два месяца некоторые по году уже. Должера одного. Помнишь, наверное, Елена там прохладная, что ли? Она говорит... В основном, говорит, если что-то не очень срочное, то ждут там уже УЗИ или КТ или что, по полгода. По полгода ждут. А тут в течение двух часов, что в том году, когда я упала, в течение двух часов мне 15 обследований сделали. Ну... И в этот раз тоже. Нет, что говорить, медицина там и медицина здесь, это... Да. Косяков много, но в принципе, да, это огромная разница. Слушай, у них там косяков. У них там сплошной косяк. Ну, там я тоже полежала в больнице. Было дело... Тоже с давлением, кстати, да? Ну, ничего так. Нормально. Ну, опять же, ты рассказывала, косяк-то был у этой. Не принесла она тебе, как то, украсть на ночь. Да, было холодно. Я попросила, насколько я могу по-английски говорить, принести мне второе дело или что-то, что я мерзну. Она, сейчас, сейчас, ушла. Утром пришла. А-а-а-а! Я не забыла. Ну, зато бурно. Своим пальто. Пальто это самое закрывалось. Да, зато она мне на завтрак что-то дополнительную порцию принесла. Вкусненькое что-то. Ну, все, кого выписывают, каждый день там по два человека из палаты выписывали, новых привозили, голеньких из реанимации. Так вот, все говорят, ой, сейчас позову сына на машине, приедет, заберет, а у меня он работает, сказал, вызови такси, я плачу, сейчас такси придет. Я это, молча, меня выписали, я собрала шмотки и пошла пешком домой. Какой там такси, какой там кто-то там за тобой приедет, зачем? Нет, сама дойду. Ну, Настя сказала, возьми трамвай. Настя сказала, не иди пешком, едь на трамвай. Ну, так у нас... Take a tram. Недалеко относительно больницы, ну, сколько? Сколько ты ходила по мне? 35 минут пешком. Ну, для меня это целый час. Ну, короче, поехали. Я хотела пешком сэкономить, сколько там сейчас стоит транспорт. Ну, по дорожнику 44 рубля. Ну, это вышло, меня так закачало, ну, сколько, 12 дней без свежего воздуха. Я пошла на остановку, думаю, нет. А, надышалась. Я думаю, я не дойду, я поеду на трамвай, не пойду пешком. Настя меня, конечно, встретила на выходе из трамвая. Не, ну, ты сказала, не надо приходить, я ей не пришла. Я шучу, так я и говорю, жить надо вот так. Не это, не разбаловываться. Не баловаться, да. Нечего. Нечего. Потому что впереди нас ждут трудные времена, к которым мы готовимся. Ну, ладно, об этом мы не будем. Да. Надеемся, что... Пронесет. Или сразу. Или сразу, да. Опять, а грустно? Нет. Ой, жизнь у нас сейчас такая. Веселая 8 марта. В том году, да, каждый год что-то, то пандемия-то. СВО. Ну, что делать? Жизнь такая штука, Майри. Нравится мне как Геворгян. На эту тему рассуждают. Очень спокойная философия. Карина, что так оно и должно быть. Всю жизнь так было. Она говорит, всю жизнь, да, войны, всю жизнь делёжка. А мы ещё в школе учили пять признаков империализма. Так вот, два из них последние. Раздел мира между державами. И пятый. Борьба за передел уже поделённого мира. Вот сейчас идёт борьба за передел уже поделённого мира. Как это за предмет у вас был в школе? В обществоведении. Не извините, мы наизусть, нам эти признаки империализма... Мы с ней снились. Наизусть сведено было лучше. Кстати, у нас мой классный, наш классный был как раз преподаватель обществоведения мужчина. Здоровый такой, бизон у него прозвище был. Так он всегда говорил. Он меня называл совестью класса. Нашего класса десятого, ну, десятого, девятого, десятого. Говорит, я что-нибудь рассказываю, смотрю, если она одобряет, значит, правильно всё. Если она что-то скривилась, значит, что-то не то. Не то говорю, да. Да, потому что всегда на неё, это он мне уже на выпускном сказал, всегда на тебя ориентировался. Ты как совесть моя была. А что такое общество-ведение? У меня такого не было. Ну, общество знаний у вас, наверное, называется. Нет, не было такого. Ну, отменили, каждый астроном. Общество БЖ? Нет? Нет, не ОБЖ. У меня ОБЖ было. Это политическая такая. У меня только политология в институте была. Тут и история, тут и всё. И политэкономия может быть. Ну, общество-ведение, общество-ведение. Ясно, у меня было ОБЖ. О, там я была звездой. И чепчики, помню, мы делали эти самые. Мы учили, как спасаться от четырёх видов всяких вот этих бомб и так далее. Правда, я сейчас ничего не помню. Называлось «Военное дело». Ага. Так, кстати, я по военному делу из всех девочек класса автомат разбирала и собирала быстрее всех за сколько-то там секунд. Всё-то у нас прям воинственная сегодня такая тематика. Давай поговорим о цветочках. Давай. Я вот планирую в этом году опять на балконе посадить. Вчера я фотки перепирала, сегодня никак ролик не доделаю. Ещё в январе записывала. Да всё. Про привычки. Хана роликам, хана ютюбам, всему хана. Ну, вообще, да, ютюб скоро отключат. Да вообще нет уже настроения про Англию рассказывать. Это теперь наш враг. Ну, враг не враг, а мне там нравилось. Люди там хорошие. Люди хорошие. Нечта политиковая. Эти политики. Чистота, доброта, мне это нравилось. Чего не говори. Какой бы я патриоткой ни была, что есть, то есть. Ну, вот я перебирала вчера фотки, чтобы вставить. В этот ролик никак не доделаю. И вот цветочки на балконе увидела. Так хорошо. Мне что-то стало. Помнишь, у меня настурции росли, что-то там ещё. Ну, сажаем. Так, петрушку, укроп, молнив, лук зелёный у нас всегда. Вот, знаешь, у нас слишком много всего. Вот у меня пестрит в глазах, особенно после больницы. Там всё так минималистично. Новый же корпус ещё. Всё серо-белое. Минимум всего. Прекрасно. Всё чётко, как я люблю. Вот и дома так хочу. Красные шторы убрать хочу из зала. Не хочу я на них смотреть. Но они блэкаут раздражают. Нам тогда другие шторы блэкаут купить. Потому что в Питере жить. Да, круглосы. Да, скоро белая ночь. Да, уже светло вон как. Хоть глаз выколив 6 часов. Не дай бог опять жара. Так это ты себе всё надела? Ну-ка, давай мою порцию. Нет, тут ещё 3 штучки осталось. Ну окей. А твою, если что, будем этими фрикадельками. Ты же больше мяса любишь? Хоть тушкой, хоть чучелой. Вот-вот. Съем. Блэкаут, блэкаут. Да, скоро белая ночь. И это меня не радует. Ну вот поэтому эти шторы и хорошо спасают. Ну и красные, раздражают. Давай чёрные купим. Ну не чёрные, а серые какие-нибудь. Вот у нас одна радость. Всех. Не только наша, но радость всех. О, да, она. Ходит, лайки собирает. Как в магазин, Наська, я с тобой. Или на почту, или ещё куда. Я с тобой, я с тобой. Ходит там всех, обаяет. На всех смотрит в глаза. Кто откликнулся, всё. Тот пропал. Сразу лезет. Гладит меня, потом лижет их, потом массажик им делает. Так, стоят лапками. Ты мне пенатку иногда напоминаешь. Вчера тоже смотрела кадры. Кстати, нашла прикольные такие кадры, где мы ходили, пока моя семья была в отъезде. Пока они в отпуске были, я приводила собак домой и их купала. Я с ними, со всеми, контакт поддерживаю. Все на связи. Вот что поразительно, после этого начала СВО, все друзья мои английские пропали, а вот все они остались англичанами. То есть они тебя не игнорируют. Не игнорируют, нормально мы общаемся. Да мы люди-то... На Новый год, на Рождество. Зря мы, русские, злимся на весь мир. Люди-то нормальные, это политики-дебилы. Да. Челсик чихнула, сказала, точно-точно. А люди нормальные. Ну ладно, опять уже весна, скоро лето. И будем надеться. Пойдем с Челсиком на неву купаться, да? Сразу хвостов завиляла. Если с Челсиком пойдем, то с удовольствием. То я с удовольствием. Кстати, пойдем уже гулять? Да, мы сейчас гулять пойдем. Гулять, 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 гулять. Челсик, похохочите, пожалуйста. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Где хохотушка? Мы перейли, закончили. Отдай хохотушку. Поэтому, пожалуйста. Отдай хохотушку. Похохочи. Кто это тут такой лежит? Кто такой маленький? Ножки тянем. Тянем, 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 тянем. Ножки, ножки тянем, тянем. Где хохотушка у нас? Ха-ха-хохотушка. Отдай хохотушку. Отдай, 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 отдай. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Моя хохотушка никому не отдам. Дай, отдай. Отдай. Отдай хохотушечку. Ха-ха-ха-ха-ха. Сама включишь? челсик включай все пельмени готовы тарелки с фаршем опустили пельмени на 8 марта будем есть так тут у нас еще интерьер но полочку я уже показывал хорошо изменился а еще вот кому от купили тут у нас в углу не доделано было лежала куча вещей теперь все в комоде а